Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим с вами о том, как работать с базой эскизов. Я недаром вам говорю, что когда вы отрисуете свои первые 100 эскизов, у вас наработается уже классная копилочка базов, в которую вы сможете обращаться и с ней работать. Именно это я вам сегодня и хочу продемонстрировать. Я буду использовать два уже отрисованных эскиза. Это эскиз номер 10 «Женский» и эскиз номер 72 «Леопардовая юбка». Они есть в этом плейлисте, вы их найдете. Там подробно рассказано, как это все делать. И мне в «Леопардовой юбке» нужен будет именно принт. Вот, соответственно, здесь я возьму жакет, а здесь я возьму принт. Вот это то, что у меня получилось по результатам отрисовки. Я просто открыла тот файл и с ним начинаю работать, чтобы не делать все с нуля. Итак, начнем мы с вами с жакета. И сделаю я тут очень одну страшную вещь. Я его перезеркалю. Целиком при том. Вот, у меня, видите, поменялась застежка. Оставлю оригинальный и сделаю тот, что я бы хотела получить. То есть ничего, никакие там шаблоны мы уже не открываем, потому что у нас уже все отрисовано. Соответственно, будем корректировать то, что есть для получения нужного нам результата. А результат у меня должен быть следующий. Во-первых, шакет будет без карманов, без вот этой всей красоты. Я от него очищаю лишнее, как говорится, да, то, что мне не нужно. Мы почистили. Вот здесь у меня обязательно будет по центру шов. Ну, то есть, в принципе, вот он уже достаточно отличается от своего коллеги. Но я его пока убрала в сторону, вы его не видите. То есть я работаю с существующим эскизом, корректируя его по необходимости. Так, давайте мы, знаете, что вот у этих деталей уберем заливку, потому что я его хочу приталить. Здорово приталить. И мне для этого нужно видеть, где у меня у шаблона находится талия. Вот, поэтому сейчас мы вот так вот его оп. Приталим и здесь тоже приталим. Я его соберу сейчас на пояс. Соответственно, придется кое-какую точечку добавить, чтобы показать, что у меня пояс. Вот здесь, смотрите, точка плюс и точка плюс. И эти точки мы сейчас к талии вот так вот поставим. И вот эту точку тоже к талии. Немножко рисковат переход, но это все корректируется. Вот так, вот так, вот так и вот так. Вот почему я убрала, соответственно, заливку, чтобы видеть степень прилегания. И, возможно, потом и конструктору тоже показать эскиз без заливки, чтобы он увидел степень прилегания по фигуре. Так, здесь, в принципе, все-то ничего. Все-то меня вполне устраивает. Так, вот эту точечку я бы хотела сместить вот сюда пониже. Видите, сразу лацком у меня пошел. Ну, все как правильно, все, как я хотела, да? То есть, чтобы заново все не рисовать, я просто корректирую. Вот сайта я обожаю вектор, потому что вектор позволяет корректировать, и вы никогда не узнаете, что там было в оригинале, правильно, неправильно, никаких затертостей, карандашей и прочей ерунды. Все вот прям вот так и было задумано на самом деле изначально, и вообще какие ко мне претензии. Это и наша с вами задача и является. Только вот всякие лишние точки и лишние детальки, которые могут торчать и портить нам внешний вид. Вот там вот что-то такое торчит, мне вот не нравится. Их надо убирать обязательно, чтобы внешний вид не портился. Вот что это вот такое? Вот что это? Это там кусок чего-то. Кусок чего? Этот кусок нужно убрать, чтобы он не светился. Вот, все тут поправили. Хорошо, лацканы по форме более или менее. Только сейчас вот здесь вот чуть-чуть мы его поправим в разлет. Вот так. Вот. Итак, теперь можем обратно все это убрать в белый цвет. Как видите. Так, теперь вот здесь у меня будет пояс. Вот эту красоту тоже легко корректирую. Зачем? Я, собственно, его и приталивала. Потому что жакет приталенный на пояс. Так, теперь мы ему сделаем полукруглую металлическую пряжку. Как нам это сделать? Нам нужно взять либо эллипс, в зависимости от того, насколько вы хотите полукруг сделать. Либо прямоугольник со скругленными углами. Вот он мне даже больше нравится. Вот так. С квадратиком совмещаем. Ctrl-C, Ctrl-B. И немножечко мы его так сейчас поменьше сделаем. Здесь пропорциональное уменьшение не очень хорошо работает. Поэтому делаю ручками. Во избежание, так сказать, ну что ты не хочешь у меня. Не хочет он у меня сужаться. Наверное, в силу того, что у него вот тут очень окружности. Надо поправить. Вот так. Сейчас мы его обузим немножечко. Вот, вот так. Смотрите, получается, по сути, пряжка, да? Окно. Обработка контуров. Все это так чпок, 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 чпок. Так, так, так. Это все лишнее. Это тоже лишнее. Вот она моя пряжечка. Так. Ну, красота. Здесь мы закрасим вот так. Белым цветом. Так. И за ней у меня вот так вот еще будет ремешок. Ремешок. Торчать. Одна его часть вот так. Вот. Пряжку просто вытащу на передний план. Тогда все будет нормально. Наличие или отсутствие отстрочки. Я не хочу делать отстрочку. Очень толстый получился. 0,75, да, лучше. Пряжку на передний план. И потолще ее. Вот так. Вот. У меня получился вот такой уже совсем другой жакетик. Смотрите. Вот прям совсем уже, да, другой. Но. Но. Это не все, что я придумала. Поэтому мы продолжаем с нашим изысканием. Здесь у меня будет погон. И такой же будет второй погон. Так. Их надо утопить. Утопить. Это Ctrl и квадратная скобочка. На российской клавиатуре это буковка Х. На международный. Это будет такая квадратная скобочка с левой стороны. Вот. Вот так вот утопили. И теперь я создам новый слой. Чтобы мне было комфортнее. Но потом мы его утопим. Я бы хотела здесь сделать такое волшебство. Вам понравится. Вот отсюда у нас будет шелковый шифоновый такой платок. Который будет леопардовым. Правда здорово я придумала? Ну я же говорю. Я как что придумаю. Так вот хоть стой, хоть падай. Вот. Поэтому. Он будет естественно уходить сюда под ремешок. Но у нас сейчас отдельный слой. Вы помните. То есть мы рисуем отдельно только вот эту штучку. А потом уже ее туда вживим внутрь эскиза. Она встанет прекрасным. И все как положено. Ремешок сверху будет. Все везде войдет. Вот такая красота. Теперь соответственно работаем с нашими складочками. Сначала можно отработать линиями. У нас же складочки. Правда. Соответственно линиями. Знаю что они сначала смотрятся топорными. Это нормально. А потом уже будем отрабатывать всем остальным. Маленькие вот эти детальки, которые дадут нам красоту. Смотрите. Во-первых, вот этот острый край это плохо. Вот так мы его убираем. Здесь будет видно, что у нас там вот загиб-перегиб. Вот так. Здесь будет вот так. Здесь будет вот так. Здесь будет вот так видно. То есть вот эти маленькие штучки мы все прорисовываем, чтобы все у нас было правильно видно. Так, нет. Вот это плохо прорисовалось. Чтобы не попала она там в линию. Вот здесь тоже такая штучка. Опять в линию попала. Надо в точку не попадать, потому что иначе крайне неприятная история случается. Вот. И вот так. Эти штуки можно все сгруппировать. Ну, чтобы с ними удобнее работать было. Смотрите. Вот это все мы сгруппировываем. И помещаем на задний план. Монтаж на задний план. Вот красота. Так, вот здесь у нас линии не хватает. Сейчас мы ее нарисуем. Прямо вижу, что не хватает. Вот так. Вот так. Так. Здесь у нас тоже будет линия. Даже вот так вот можем ее согнуть. Здесь тоже вот такую красоту мы сейчас сделаем. В общем, детально, подробно работаем со складочками. Это пока линеарная часть. Потом отдельно мы с вами сделаем теневую часть. Потом мы их соединим. Ну, и будет вообще красота, как вы понимаете, да? Так. Вообще, я вот смотрю по своим студентам, которые у меня на курсе учатся. Есть люди, которым прям складки. Вот это их. То есть они начинают их делать, и они у них божественно получаются. То есть я сама иногда смотрю и думаю, боже, как красиво. Наверное, я так не нарисую. Ну, это совершенно естественный такой момент. Я ни в коем случае не завидую, но прям вижу, что ученик превзошел в учителя. То есть вот этому человеку это дается, прям это его. Вот такие линии у нас получились. Мы теперь все это вместе выбираем. Линии все сгруппирую, чтобы они у меня были в одном месте, и с ними было удобнее работать. 0,25. И вот такую штучку мы туда применим. Смотрите, как сразу все оно у нас закрасивилось, скажем так. Теперь будем делать тени. Тени я буду делать на другом слое, чтобы у меня ничего не цеплялось. Так намного удобнее. Сейчас мы вот так вот приблизим ту часть, с которой мы будем работать. Приближайте, не ломайте глаза. Глаза и так жутко устают от экрана. Я, кстати, работаю всегда в очках. Не с диоптриями, а очки, которые имеют фильтры. И с ними действительно работать легче. Я просто сравнивала, работала в очках и без очков. У меня федоровские очки. Ну, посмотрите, я думаю, что они из разных моментов. Федоровского института разработки. Посоветуйтесь с окулистом. Какие очки для работы за монитором, за компьютером действительно спасают, облегчают жизнь. Конечно же, никто не отменяет гимнастику для глаз и все остальное. Но и очками не стоит пренебрегать. Я знаю, что у меня были знакомые, которые говорят, нет, ну как я буду в очках, как же так, я же некрасиво смотрюсь. Вот часто мне по барабану, как я смотрюсь, главное, что мои глаза себя прекрасно чувствуют. Потом они совершенно нейтральные. Ну, есть и есть. Ну, очки и очки, в конце концов. Ну, может, я плохо вижу, какая кому разница. Так что не стесняйтесь этого момента. Если чувствуете необходимость, даже без диоптрий, работайте в очках. Берегите свое зрение. Должен быть не самый маленький монитор. Я рекомендую сюда не меньше 17 дюймов, иначе щуриться надо. Без глаз останетесь, в общем. Так что не пренебрегайте этим. Так, ну что, давайте посмотрим, хватит мне тенюшек или нет. Сейчас мы все выберем. Ctrl-A, поскольку у меня это, ну, в одном слое. Заливаем черным, посмотрим. Убираем цвет контура. И... Можно, вот я в последнее время, что-то у меня так тянет, но это очень сильно грузит компьютер, поэтому вы можете этим не злоупотреблять. Тени люблю делать с размытью. Они тогда-таки более мягкие получаются, как-то приятнее смотрятся, но это на мой сугубо личный взгляд. Ну, в общем-то, вот оно все вместе сошлось. Смотрите, какая красота. Вот сюда мы можем с вами применить такой серенький, чтобы он немножко затенял. Выбрать все вместе, сгруппировать. Смотрите, слои соединятся. Вот. И теперь Ctrl-C, Delete. Открываем слой, на котором у нас все это. Ctrl-B. Мы в самый низ с вами это все провалили. Давайте на самый вперед. Да и, собственно, тут особо править много и не надо будет. Нам нужно с вами вытащить лацканы на самый верх, что мы и делаем. Вытаскиваем сначала одни, потом вторые. Эту штучку немножко вглубь туда загоняем. У нас должен быть пояс. Все вот это поверх. Чуть-чуть туда ее гоним, 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 но чтобы она не вся туда перешла. Перегнала, смотрите. Вытаскиваем обратно. Вот. То есть она должна быть вот так вот сверху. И вот такая вот полупрозрачная красивая штучка. То есть видите, даже в черно-белом эскизе понятно, что она такая вот полупрозрачная. Теперь мы сделаем это все в цвете. То есть вот отсюда мы начали, сюда мы пришли. Но при этом я не отрисовывала все с нуля, там не маялась с плечами и со всем остальным. Вот в этом и есть, собственно, смысловая нагрузка. Всей этой красоты. Так, теперь мы выбираем белой стрелочкой все это дело. У нас выбирается сразу два слоя, потому что на одном у меня слое шаблон, на втором у меня отрисовочка. А вот эти два слоя просто можно вот так вот оп и удалить. Они не нужны. Это были технические слои, на которых мы рисовали. Так, леопард. Сейчас мы его просто сюда скопируем. Собственно, делать-то мы с ним ничего не будем. Вот он сюда сразу закрался тихим сапом. Двойной клик. Нам нужно войти в режим изоляции вот этой части. Вот. Мы вошли. Заливаем леопардом. Вы видите, как залилось очень крупно. Соответственно, вызываем масштабирование. Нам нужно только трансформировать узоры. И я думаю, что где-то 25 будет хорошо. Можно даже меньше. Можно 15 попробовать. Вот. Отлично. И даем непрозрачность этой штуке, потому что я хотела, чтобы она как такая шифоновая газовая штучка. Вот она. Давайте посмотрим, как все будет смотреться. Вот. Хорошо. И теперь нам нужно с вами непосредственно саму основу тоже сделать. Она у меня сейчас вся разгруппированная. Будем делать синего цвета. Думала, коричневого. Но коричневый мне не нравится. Благородный синий цвет. Сейчас мы тут соорудим. Можно посветлее. Не обязательно такой темный, я бы сказала. Вот так. Еще сейчас подкорректируем. Конечно, лучше толкаться от ткани. Вот так. Вот. Такое мне нравится. Так. Значит, смотрите. Вот эта часть, она нам сейчас немножко мешается. Мы можем его так отставить. С шифтом, так, в стороночку. И все, что у нас тут имеется, красивое, замечательное, соответственно, залить нашим синеньким цветом. Так просто удобнее, чтобы она не мешалась. Внутреннюю часть мы вполне можем с вами отдекорировать, например, каким-нибудь коричневым. Так, давайте вернем на место, на место, на место, на место. Смотрите. Видите, поясочек сверху. Она такая полупрозрачная. Прозрачность можно подкорректировать. Если мы понимаем, что нам ее не хватает, то мы ее вот так, оп. Во, вот так хорошо. И, ну, естественно, естественно, сейчас сделаем золотую пряжку. Куда ж без нее-то? Уж коль гламур, так по полной. Гламур-мур-мур. Так. Единственный момент, который мы с вами можем сделать, немножко поярче сделать тени, но сделать их коричневым цветом. Они тогда будут более мягко, приятно смотреться. Вот видите, они тут проявляются. Вот так, смотрите, как приятно. Очень так мягенько, приятненько. И вот эту часть, вот эту часть, желательно сделать потоньше контур и закрасить ее, конечно же, каким-нибудь бежевеньким, чтобы она не так сильно раздражала. Можно даже с непрозрачностью, вот. Чтобы она была, но не раздражала. И здесь видно, что вот здесь закончился жакет у нас. Вот здесь вот это все. Вся вот эта красота. Так. Все-таки вот здесь хочется похолоднее оттенок. Мой перфекционист требует оттенок похолоднее. Во. И вот сюда сделаем золотую пряжку. Вот с золотом вообще проблем нет. Окно. Библиотека образцов. Здесь у нас с вами должны быть градиенты. И нам нужны металлы. Вот они. Замечательно. Золотая пряжка. Да? Здорово. Видите, как все быстро и просто. И вот такая красота у нас с вами получилась. То есть, имея отрисованный жакет, вообще не похожий. Ну вот вообще он другой. Все равно на его основе получилось рисовать быстрее, чем если бы мы рисовали с вами с нуля. Вот такая история. Так что база это неплохо. Я ссылочки на видео, откуда леопарды и откуда жакет вам оставлю. Это номер 10 и номер 72. Ну вот такую красоту можно творить. Мне кажется, можно попробовать вот так, да. Вот так даже интереснее. Ну это вот, чтобы длину смотреть. То есть и полупрозрачность добавить, и мягкие складки нарисовать. Ну и вообще поиграться, получить красоту. Почему бы нет? Мне кажется, получилось здорово, интересно. Такая, ну в общем-то, достаточно базовая вещь. Но с некоторыми нестандартными элементами. Еще там металл попробовали с вами сделать. Ну, очень неплохо там вот смотрится. На этом все. Не забывайте поставить лайк или дизлайк, если вам не понравилось. Написать свои комментарии, чтобы вы еще хотели увидеть, чтобы еще порисовать. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...